Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну что, начнем с комитета и некое сравнение с комитетом по отрогею и комитетом по 6 января. Да, совершенно верно. Как всегда, благодарю Парину Волкову за помощь в подготовке выпуска и с удовольствием вас поздравляю с очередными праздниками, которые проходили, проходят и еще будут проходить, и с Рождеством уже православным, которое было, и со Старым Новым Годом, если его празднуют, который у нас на подходе. Ну а теперь, да, к событиям менее приятным. Уже понятно, что то, что происходило 6 января, это теперь едва ли не главная игрушка прошлого года, я имею в виду. Демократов, и они охотно это будут и уже используют, судя по последним пафосным речам глав государства о том, что кругом ужасные белые супремасисты и так далее, и так далее. И вот, значит, это теперь для них едва ли не главная руля. И, учитывая представительство, прежде всего, в Палате представителей, действительно, вот, вы знаете, работает этот самый комитет, который у всех нас, я думаю, неизменно вызывает вот такое ощущение дежавю, если хотите. То есть, есть, конечно же, не бывает ничего такого, что совпадает один в один, но то, что очень и очень много странных параллелей с комитетом, который работал в 1973-1974 году, и комитет по... Официально он назывался по расследованию дел в президентских компаниях предвыборных, но в реальности его называют комитет по оттергиту, и, собственно говоря, он действительно таким и стал. Ну, разница в том, что он был все-таки в Сенате, наверное, основная, а не в Палате представителей. А в остальном, ну, судить сам. Виктор Ласке, про которого мы говорили в прошлый раз, и вот, да, как раз, можно сказать, что заканчивали на нем, и с него же и начинаем, он свою книгу, про которую я тоже вам рассказывал, это началось не с Ватергейт, предваряет эпиграфом из Маккалея, известного историка британского, где тот описывал, вот, ненависть британских же политиков к премьеру Волполу, и что вся жизнь этих самых политиков сводилась только к тому, чтобы, вот, Волпола как-то им уничтожили. Ласке проводил параллели с Никсоном, но вы сами понимаете, с кем можем провести параллели мы по последним нескольким годам, и продолжаем проводить. Комитет, как я уже сказал, был сформирован в 1973 году, и возглавил его демократ Сэм Эрвин, у которого довольно странная такая репутация, его, с одной стороны, следовало бы вроде бы левым либералам проклинать, потому что он был южанином и противником разнообразных законов, связанных с гражданскими правами, но Эрвин совершил два великих поступка с точки зрения левых, а именно он был противником Маккарти в свое время, он был ветеран такой, и вот он возглавил тот самый комитет, который должен был разбираться в Утергейте. Демократы собрали вокруг себя, как большинство, консультантов и следователей из демпартии, из окружения Кеннеди, из людей, которые в спецслужбах работали и тоже были отмечены вполне себе левыми пристрастиями. Республиканцы туда пошли, довольно-таки авторитетный республиканец Хавард Бейкер был таким вторым человеком в комитете, но довольно быстро выяснилось, что то, что хотят республиканцы в комитете и то, что хотят демократы, это, разумеется, две разные вещи. То есть республиканцы рисовали радужные картины, что для них этот комитет станет причиной разобраться вообще во всех нарушениях, которые были замечены ранее в предыбранных кампаниях. Но Эрвин и кампания довольно быстро, кампания уже в смысле демократы, довольно быстро сказали, что мы не будем заниматься, что там делал Джонсон, Кеннеди и же с ним, мы будем заниматься исключительно Никсоном и Утергейтом. И этого на самом деле не остановило республиканцев, и они смогли, во-первых, достать меморандума так называемой Салливана, Уильяма Салливана, офицера и агента ФБР, где тот подробно расписывал, как демократические преимущественно политики использовали ФБР в своих интересах. Они, республиканцы, я имею в виду, смогли выйти на то, что ЦРУ имело к Утергейту явное отношение, по крайней мере, несколько человек, участвовавших во всех этих, и во взломе, и в дальнейших событиях, они явно продолжали работать над ЦРУ, и значит, в ЦРУ знали, что там происходит, и имели полное представление. И, наконец, республиканцы нашли довольно много данных о мошенничествах с предвыборными пожертвованиями у демократов, Мондейл, который потом, напомню, был вице-президентом у Картера и чуть было сам не стал президентом, МакГоверн, главный конкурент Никсона, кандидат от демократа в 1972 году, Хамфри, кандидат 1968 года, за всеми ними оказалась вот такая вот тоже череда малоприятных финансовых манипуляций. И плюс стало выясняться, что люди МакГоверна, к тому же, активно распространяли ложную литературу, информацию о Никсоне. И все эти данные, они, естественно, главой комитета были похоронены. Потому что было сказано, что про ФБР не надо говорить, так как это не связано с Утергейтом. Про ЦРУ не надо говорить, потому что это вызовет критику ЦРУ и станет поставить под угрозу национальную безопасность. И более того, в прессе в кои-то веки пошла вдруг компания в поддержку ЦРУ, представьте себе. И что ни в коем случае нельзя посягать на разведывательное управление. Вдруг какая-то любовь такая появилась сразу. И все манипуляции, жульнические дела демократов, ну, на них тоже глаза закрыли. И, соответственно, комитет этот работал где-то до лет 74-го года. Потом, когда уже работал специальный исследователь Джаворский, то он стал рекомендовать, чтобы комитет сворачивал свои дела. И, на самом деле, уже демократы сами были, которые работали в комитете, не очень рады, потому что их представительство на местах очень сильно пошатнулось. И стало выясняться, что людям, на самом деле, этот комитет не очень-то интересен. И что те сенаторы, которые в нем состоят, они рискуют потерять поддержку своих же избирателей. И, в общем, комитет спешно свернул свои дела, порекомендовал, чтобы этот прокурор был, работал постоянно специальный прокурор, ряд каких-то рекомендаций, нацеленных на реформу пожертвований. Ну, и, естественно, во многом потом, опираясь на этот самый доклад комитета, уже пошли в Палате представителей инициативы по импичменту Никсона. Ну, и, значит, чем все это закончилось. Вот так вот. Согласитесь, очень много знакомого. Если мы с вами посмотрим на деятельность того, что обретается в нынешней Палате представителей и управляется конгрессменом Бенни Томпсоном, то тоже мы с вами увидим, что изначальные попытки республиканцев что-то, ну, во-первых, создать свое какое-то сильное представительство, они были отвергнуты, и что сильных консерваторов вроде Бэнкса, Пелоси отвергло, и в результате попали вот эта вот сомнительная парочка Чейни и Кинзингер, и если к Чейни, там еще можно в ней усмотреть некие консервативные действия, и только ее вот это вот вдруг откуда-то выросшая неприязнь к Трампу все сильно портит, и не мешает нам ее воспринимать как действительно объективного представителя республиканской партии. Но Кинзингер тут уже все понятно, он никогда особенно консерватором-то не числится. И судя по тому, что мы с вами наблюдаем на сегодняшний день, цель данного комитета, Палаты представителей, она никак не нацелена на то, чтобы разобраться в том, что реально произошло действительно 6 января, потому что если разбираться, то надо, естественно, разбираться и в выборах, были нарушения, не были, насколько серьезные, так или иначе. Надо разбираться, как опять же и в случае с тем, что пытались делаться республиканцы в комитете по Отергейту, надо разбираться с тем, какое в этом принимали участие спецслужбы, принимали, принимали это понятно, какое, с какой стороны, и что они там вообще делали, и почему ряд участников всего этого дела были осведомителями в БР, ну и далее, и так далее, и так далее, и так далее, это все, что мы знаем. Но, естественно, комитет, он одержим только охотой на Трампа, и все, что пытаются делать на сегодняшний день представители этого самого комитета, это залезть в администрацию президента, во все его переписки, взаимоотношения, переговоры и так далее, и так далее, чтобы найти обязательно что-нибудь его компрометирующее, даже, возможно, не имеющее прямого отношения к самому этого 6 января. Ну, понятно, что та самая цитата из Макколэя, который использовал Ласки, она подходит, опять же, к сегодняшнему дню более чем. И сейчас, когда, по прошествии года, после событий и вот всей этой риторики Байдена, Харриса и так далее, комитет снова и стал вызывать к себе повышенный интерес, плюс то, что уже мы с вами видели, что за нежелание с ним сотрудничать, политики и люди, близкие Трампу, тоже рискуют получить серьезные неприятности, вплоть до привлечения к суду. Ну, и республиканцы и консерваторы пытаются немного урезонить представителей палаты, вот этой самой палаты, в которой работают в комитете, и напомнить им, например, о том, что не надо выходить за рамки своего, вот этого самого расследования событий, 6 января, и что не надо ни в коем случае пытаться вот вести себя, что называется «Искать разоблачение ради разоблачения». Юмор такой, наверное, черной ситуации в том, что вот это вот выражение «разоблачение ради разоблачения», оно из заключения Верховного суда 1957 года, судьи Уоррена, это Лоткинс против Соединенных Штатов. Что самое интересное, тогда это заключение, оно было принято 6 к 1, двое судей не участвовали, оно как раз воспринималось как победа либералов, кстати говоря, потому что Уоткинсон судился с тем самым комитетом по антиамериканской деятельности, по расследованию антиамериканской деятельности, и вот суд встал на его сторону, признав, что если комитет занимается расследованием определенных вопросов, вроде проникновения коммунистов в профсоюзы, то вот надо этим и заниматься, а не выяснять, что и как, в каких партиях состоял, и что и как делал, собственно говоря, мистер Уоткинс. Решение спорное, кстати говоря, по ряд причин, но то, что в данном случае консерваторы вот нашли способ обратить против либералов их же оружие, ну а почему, собственно, и нет. Пусть теперь, что называется, «taste your own medicine». И действительно, то, что судья Уоррен написал о том, что нельзя комитету выходить за рамки своих полномочий, это будет очень кстати, и пусть действительно товарищи демократы вспомнят, что их любимый республиканец Уоррен когда-то писал. Уоррен, напоминаю, был либерал, но республиканец, так уж получилось. Другое дело, что, конечно же, у комитета на сегодняшний день, пожалуй, две серьезные задачи. Это первое, какой-то доклад изготовить к выборам и понятно, что повлиять каким-то образом на их исход. Выбор уже этого года, я имею в виду, безусловно, потому что, скорее всего, ходят разговоры, что такой предварительный доклад, он будет где-то в сентябре появится, скорее всего. И, разумеется, что, учитывая общую направленность комитета, про что этот доклад будет, мы с вами понимаем. Если наметятся перспективы того, что Трамп вдруг будет участвовать в выборах каким-то образом, такие, знаете, разговоры ходят в палату представителей, то, естественно, против него это будет использовать очень-очень легко. Этот самый доклад. и момент второй, который, в общем-то, тоже небезопасный, это то, какие рекомендации могут предложить в своем докладе представители, работники вот этого самого комитета. Ну, понятно, что, скорее всего, они тоже будут рекомендовать какие-то наказания и, возможно, привлечение к суду, не обязательно самого Трампа даже, а кого-то из его окружения. Не сомневаюсь, что попытки такие будут предприняты. И второе, это то, что почти наверняка будут рекомендованы какие-то вряд ли разумные, уж не обессутины, я сомневаюсь, что разумные, законодательные инициативы вроде какого-нибудь нового закона о борьбе с белым супремасизмом, с пресловутым доморощенным терроризмом и так далее. Так как все мы уже с вами не раз наблюдали, во что эти законы превращаются, то понятно, кто их плодами будет так или иначе наслаждаться. Поэтому здесь рекомендации лично я точно не жду у них ничего хорошего, да и от самого доклада тоже. Всегда, когда работает подобный комитет в Конгрессе, стоит надеяться на противодействие со стороны партии меньшинства, но в данном случае мы этого с вами не увидим, потому что я уже не буду повторять то, что я сказал про Чейни и Кинзенгера раньше. И таким образом то, что это будет абсолютно какой-то однобок и не столько выполняющая роль расследователь, роль расследовательную, так ее назовем, а роль чисто политическую, это для меня тоже очевидно. Но что тут может, какой из этого плюса, по плюс может с вами, мы его можем с вами найти, но это то, что Кинзенгер уже гарантированно из политики и судя по всему вылетает, и слава богу, а Чейни в общем тоже надо разобраться, что она собственно говоря собирается это делать дальше, либо играть в республиканского меньшина, но вряд ли у нее это получится, либо как-то находиться способы адаптироваться к нынешнему положению республиканской партии, либо рисковать тем, что избиратели от нее тоже отвернутся в конце концов. И как на результат этого доклада отреагируют республиканцы, но это тоже будет показатель. Если мы с вами увидим, что те, кто его поддерживают избирателям, это такое не понравится, скорее всего именно это и произойдет, уж рискну такое предположить, то значит некоторая чистка произойдет республиканских рядов. Если сами политики или сенаторы, конгрессмены нынешние, или те, которые будут переизбираться и избираться, тоже будут смотреть, как им реагировать на доклад, критиковать его, поддерживать и так далее, и как на это будут реагировать в свою очередь избиратели, ну вот это тоже будет такой плюс, тоже такой показатель, который поможет избирателям и всем нам ориентироваться, как нынешние республиканцы, насколько у них боевой настрой и как они собираются с каким настроением выходить на выборы. Поэтому к счастью или к счастью скорее, я не думаю все-таки, что результатом деятельности этого комитета будет столь же серьезный удар по республиканцам, какой был, когда работал комитет по Уотергейту, все-таки Трамп на данный момент не президент, в отличие от Никсона тогда, но то, что и тот и другой комитет, это абсолютно точно, они не являются образцами деятельности американского конгресса, а образцами того плохого, что в конгрессе, к сожалению, происходит время от времени. Для меня это безусловно, и вот в прошлый раз говорил я, чтобы хотелось бы мне, чтобы книги Виктора Ласки, которые так актуальны сегодня, были бы замечательно написанными, но оставались в своей эпохе, но вот хотелось бы мне, чтобы и подобное абсолютно партизанские, если хотите, партизанские от слова партия, а не от слова партизанского движения, чтобы такие вот насквозь партийные, а не реально серьезные комитеты, чтобы они тоже остались в прошлом. Но, к сожалению, здесь у меня оптимизма нет, и вряд ли мы от них избавимся в ближайшем будущем. Здесь умолка, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Даже, честно говоря, что касается комитета 6 января, ну, уже, наверное, всем очевидно, что это такое попартийная атака на республиканцев, на всех избирателей, и это видно не только республиканцам и независимым, это видно и демократам, другое дело, что часть из них, как бы понимая, имея совесть, ну, признают это молча, а часть считает, что это вполне в порядке вещей, так и должно быть, то есть, часть оправдывает любые средства в достижении цели. Комитет вообще, ну, я не знаю, как его еще назвать, кроме как вот такой карающий орган демократической партии, что касается комитета 6 января. Все, пожалуй, дальше не хочу, потому что у меня на ум приходят слова, которые не предназначены для эфира. Давайте мы, наверное, сделаем перерыв и потом перейдем к другим темам. А если будут вопросы, пожалуйста, 847-400 0-0-5-2-0-0 сразу после рекламы. Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова. Телефон в студии 847-400 5-2-0-0-0. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а сейчас Гарри Рид, который умер в конце прошлого года, если точнее, по-моему, 28 декабря прошлого года. Вот. Чего, наверное, уж, да, в прошлый раз решил о нем не говорить. Был более праздничный выпуск, хотя не все темы были праздничные. Но, видимо, все-таки, да, нельзя нам пройти без внимания случившееся. Естественно, когда, да, человек умирает, то по-человечески всем нам полагается какое-то сочувствие к нему испытывать, но если умирает политик, то вот это самое сочувствие не должно, конечно же, преобладать над здравым анализом того, что этот самый политик нам оставил. И если мы посмотрим на ныне покойного сенатора Гарри Рида с точки зрения консервативных позиций, людей, которые озабочены сохранением американской системы и уважением к американской системе, то в этом плане Гарри Рид прямо скажем не Боб Долл, про которого тоже мы говорили совсем недавно. И в общем и целом его наследие оно скорее, по моему, конечно, мнению, негативное. Не только потому, что он демократ, конечно же, хотя, в общем-то, тут партийное принадлежение все-таки играет роль, так как вот подобные персонажи вроде Рида или Пелози ныне здравствующий, они воспринимаются, да и Байден, кстати говоря, в чем-то, они вроде бы воспринимаются как умеренные, чуть ли не центристы, но в реальности они так или иначе проводят ту политику, которая открывает дорогу уже совершенно невменяемой леватне, вроде Кортеса и Ежи с ним. По примеру, Риде еще можно посожалеть о том, что Невада, которая когда-то давала миру таких политиков, как сенаторы Пэт Маккарен и Пол Экселд, Маккарен демократ, я напомню, был одним из сторонников ужесточения миграционной системы последовательных антикоммунистов еще в 40-е 50-е годы. Лексалд, ну, уже позже был одним из сподвижников Рейгана. И вот теперь, пожалуйста, после Лексалда, который отработал в Сенате, вот такой вот нам Гарри Рид приходит и делает успешную карьеру, а со временем даже становится главой демократов и большинства и меньшинства в зависимости от их представительств в Сенате. И хотя по ряду пунктов Рид пытался себя позиционировать чуть ли не социальным консерватором в том, что связано с оружием у него, были связи даже с филиалом ассоциации стрелковой в Неваде, противником повсеместной легализации абортов, и в ряде случаев он себя показывал и другом Израиля, дадим ему должное, хотя не всегда, но левые его не любили, хотя говоря, считаю, что он Израилю слишком симпатизирует. В этом плане конечно же он покажется нам почти положительным, но очевидно, что по мере своего врастания в политику Рид все больше и больше отказывался от тех своих более-менее консервативных позиций и как и очень многие демократы, включая все того же Байдена, поворачивался туда, куда, собственно говоря, дул ветер, а точнее говоря, влево. И от его попытки как-то обозначать неудовольствие гей-бракам ничего не осталось и оружейные организации со временем уже в нем очень-очень серьезно разочаровались, полагаю, что не является уж он таким действительно заступником второй поправки. Ну и, конечно же, в смысле госрасходов тут Рид был мастером тратить деньги американцев будь здоров, это он умел сделать очень-очень хорошо. Кстати, у него это в край, в край, наверное, так это назовем, не потому, что это, хочу сказать, плохое про его родителей, сколько потому, что вокруг него постоянно еще были скандалы, что он то тратил партийные деньги на какие-то личные дела и на подарки, то вокруг его дел в Неваде там до сих пор, насколько я знаю, вспоминают с содроганием, его местные лоббисты его очень-очень любили, такой Уитмар, который много чего сделал в вопросах разработки недвижимости, он и сыновей Рида нанимал на работу, и сам Рид ему помогал, а Уитмар, правда, в конце концов загремел в тюрьму, и представьте себе во многом из-за того, что у него были незаконные пожертвования в компанию все того же Рида, поэтому в смысле денег и их траты здесь у Рида все было в порядке, и его связи с лоббистами в Неваде они у всех на слуху, ну и стремился он к тому, чтобы потратить как можно больше денег и находясь в Сенате, ну и конечно же его главным его коронным часом было правление Обама, когда Рид активно проталкивал Обама, Керы и все остальные инициативы президента, и недаром в общем-то Обама когда говорит, что собственно говоря он стал президентом и успешным президентом ну с его точки благодаря Риду то тут он прав ничего не могу сказать здесь Обама говорит совершенно точно в Сенате Рид был наверное более Обамой чем сам Обама по-другому и не скажешь ну и другой такой важный пункт который тоже наследие Рид остается далеко не самым светлым пятном это то что Рид был одним из главных сторонников массовой амнистии для нелегалов и он же выступал против законов чтобы английский стал признан официальным языком Соединенных Штатов так как это якобы расизм и он же делал все чтобы нелегалы получили все права и все что угодно в Соединенных Штатах более того здесь он не только кстати с Обамой сотрудничал сотрудничал он и с Бушем и несмотря на яростное сопротивление республиканцев в 2007 году вот тогдашние попытки администрации привести амнистию Рид в общем-то их и проталкивал в Сенате но к счастью они там благополучно были обрушены однако это тоже заслуги если можно их таковыми назвать сенатор но при этом естественно он был демократом да мозга костей и так далее и то что с Бушем они вот находили общий язык в такой области и то что с Ромни они вроде как тоже были в хороших отношениях и даже Ромни там в том же кажется в 2007 году шутил что вот когда мормоны собираются то там он Рид или Орен Хэтч что они втроем так и оттягиваются что ого-го намекая что мормоны совсем не такие скучные и унылые но когда дело доходило до борьбы то Рида оказывался таким вполне себе политическим убийцей и поддержав кстати изначально применение военных силы в Ираке он потом не то что стал критиком который винил Буша абсолютно во всех событиях которые в Ираке происходят но он все в том же 2007 какой был продуктивный для Рида 2007 год заявил что война проиграна что вот по моему конечно убеждению вообще-то нельзя говорить ни в коем случае потому что во-первых в 2007 кстати за счет волны удалось ситуацию изменить в лучшую сторону ну а во-вторых врагу никогда не надо давать такие подсказки а Рид вот это позволил потому что для него естественно политическая борьба и уничтожение находящихся во власти республиканцев как к Бушу не относись но он республиканец и следовательно для Рида был врагом это безусловно с Ромни была другая знаменитая история когда Рид стал уже во время кампании 12-го года рассказывать всем что Ромни на самом деле злостный неплательщик налогов что он там чуть ли не 10 лет не платит налоги и так далее и так далее и когда уже после выборов журналисты так интересовались у Рида ну мол а как-то может не стоило так говорить то бодрый Гарри отвечал ну ведь Ромни проиграл проиграл значит все нормально хотя потом уверял что они опять помирились и так далее и так далее в общем если подводить итог то перед нами вот такой типичный демократический головорез если угодно для которого успехи партии прежде всего и который ради успехов этой партии готов пожертвовать ее былым консерватизмом и центризмом толкнув ее окончательно влево и который в своем стремлении добиться лучшего для партии и в ее поливении готов по моему конечно опять мнению пожертвовать интересами своей страны поэтому я вот не разделяю те восторги и даже те уважительные слова которые в адрес Гарри Рида высказывались то что все мы не только вы наблюдаем сегодня это во многом и его рук дело поэтому то что вот да он умер это ни в коей мере с него ответственности не снимает такое мое мнение по поводу покойного сенатора если Сергей что-то добавит то с удовольствием передам слово да как многие политики к сожалению в нашей стране будучи государственным чиновником или служащим получая зарплату он умудрился стать миллионером за время пребывания в сенате и в связи с этим у меня всегда в спаме в памяти всплывает виск и вопли демократов по поводу Дональда Трампа попытки проверить все его подноготную до седьмого колена как он заработал денег и так далее и так далее и у них никогда не возникает вопросов к своим политикам которые получают там сто семьдесят тысяч в год становятся мультимиллионерами окей на этом закончим с ридом а в Нью-Йорке покинул свой пост один из наиболее если не самый худший мэр Нью-Йорка Дебил Деблазио на его место пришел другой мэр тоже демократ правда бывший полицейский что-то изменилось или не изменилось изменилось ли в худшую сторону в лучшую или не изменилось вот об этом ну знаете вы вот предваряя этот сюжет уже так или иначе все обозначили потому что когда сказали ушел один дебил и пришел тут уже сразу понятно и то что да и дебил и демократ начинается с одних букв это тоже ну не просто так особенно в русском языке потому что конечно же ожидания были что Адамс человек из полиции как-никак человек который пафосно говорил что он борется с социалистами в демпартии он такое говорил действительно и который выиграл именно на за счет платформы закон и порядка и более того вот знаменитые так называемые демократы Джона Линдса то есть преимущественно белые либералы в честь мэра Нью-Йорка сначала республикан потом демократ на которого я тоже люблю ссылаться они все были против а вот Адамс победил за счет меньшинств и при этом именно напирая на свой вот свою полицейскую основу что называется но собственно говоря что мы с вами видим какие действия предъявляет нам Адамс прежде всего он стал продолжая тему Рида кстати говоря назначать своих родственников на важные посты и своего брата назначил на пост важный заместитель комиссара полиции насколько я помню нью-йорк такой длинный так это должно сформулироваться и на вопрос а как-то ну не очень ли это выглядит красиво Адамс бодро сказал что все это нормально потому что какая главная угроза нью-йорку преступность конечно же нет это белый супремасизм я к сожалению не выдумываю это все дословная цитата то есть от былых обещаний бороться с преступностью уже как мы видим осталось мало чего и белый супремасизм страшный ужасный он вышел на первую полосу на первые планы и естественно родственники они этот самый белый супремасизм обязательно победят в чем лично я очень-очень сильно сомневаюсь и более того сейчас Адамс одобрил закон который по-хорошему противоречит конституции штата но у которого могут быть очень-очень порочные последствия по всей стране не только в Нью-Йорке речь идет о разрешении голосовать не гражданам естественно это все освещается как то что ну люди живут им можно они не будут голосовать на серьезных выборах на федеральных и так далее они будут голосовать только на выборах местных поэтому что вы так негодуете но во-первых в конституции штата сказано что в выборах принимают участие только граждане и я не припомню чтобы там проводилась какая-то разница и градация в каких выборах граждане в какие не граждане выборы граждане все и значит этот закон он уже должен быть так или иначе отправлен на помойку но и ряд других уже существующих законов регулирующих систему выборов в нью-йорке там везде вот это самое страшное слово граждане оно звучит и то что мэр так охотно спустил все традиции в соответствующее канализационное устройство это его характеризует прямо скажем не с лучшей стороны но это делает его естественно человеком с весьма ярким будущим в демпартии потому что его примеру скорее всего последуют и многие другие представители партии ослов по забавному совпадению почти в это же самое время в Токио проходил попытка провести подобный закон но вот там все это благополучно провалилось хотя в некоторых местах в Японии кстати это разрешено но вот в Токио провалилось может потому что в Токио пока еще правят местные консерваторы слава Богу вот Адамс такой подарок Нью-Йорку устроил и эта зараза повторяю может поползти и дальше далее Адамс рассказал о том что должен сделать Байден это представьте себе не бороться с иммиграцией не бороться с инфляцией а извиниться перед китайцами потому что вот Трамп оказывается смертельно всех оскорбил когда упомянул этот самый страшный китайский вирус и теперь надо Байдену срочно исправлять ситуацию и обязательно извиняться ну понятно что Адамс так пытается угодить гражданам азиатского происхождения в Нью-Йорке но прямо скажем наверное есть способы получше чем заниматься таким откровенным лизанием соответствующего места китайским коммунистам в общем по всего-то там Адамс чуть ли не несколько дней как мэр а уже такое ощущение что он хочет побить рекорды Деблазио и Динкенс если помните такой был мэр Джулиани который тоже вот там славили что черный мэр замечательно оказался совершенно катастрофическим персонажем тоже демократ надо признать ну вот Адамс судя по всему хочет побить их достижения но и есть один такой еще момент что помимо Адамса ведь был избран еще и прокурор окружной Элвин Брэг такой и придя на свой пост что сделал Брэг мы вам рассказывали не так давно о целом ряде окружных прокуроров преимущественно на подкормке у Сороса это не конспирология это доказанный факт вот про Брэга я вам ничего не могу сказать входит ли он в смысле финансирования но то что он от этой публики ничем не собирается отличаться это уже понятно потому что Брэг сразу же заявил что он отказывается от преследования вандализма нарушения частной собственности грабежи налеты будут не будут считаться тяжелыми преступлениями если не будет нанесен какой-то ущерб при арестах и так далее тоже надо полицейским помнить о расе и так далее и так далее в общем все то что делали Джулиани Блумберг и их полицейские комиссары руководители полицейских управлений Нью-Йорк все Брэг собирается похоронить и что меня особенно умиляет он еще и удивляется потому что когда ему у него интересуется как бы вот что вот он собирается вообще делать и как это отразится на преступности он говорит что нам же нужна реформа мы же делаем вот такое благородное гуманное дело и так далее и так далее и так далее во что он собирается превратить Нью-Йорк ну наверное то что наблюдаем и в Калифорнии а может быть еще и хуже есть слабая надежда на то что у него возникнет и у Адамса заодно кстати говоря конфликт с Китчен Цьюэл это глава полиции ее назначил Адамс да назначена она с помпой потому что как чернокожая женщина и возглавляет полицию Нью-Йорка великое событие ну посмотрим что из себя по какой окажется у нас Сьюэл главой полиции но пока из этой вот троицы новых нью-йоркских лидеров она окажется самой адекватной потому что она нацелена на то чтобы с полицией хотя надеюсь это не фридистская гавок с полицией у нас борется пока Брэк а Сьюэл вроде как обещает бороться с преступностью и уже отмечают что между ее высказываниями и между тем что делает Брэк очень-очень большой большая разница и чтобы конфликт не минуем но штука в том что Адам Сьюэл ее назначили ее могут снять а Брэк снять все-таки довольно-таки сложно там теоретически губернатор может это делать но дама которая ныне возглавляет Нью-Йорк я очень сильно сомневаюсь что она на что-то пойдет и есть у меня конечно же слабая надежда что все эти безобразия приведут к тому что все-таки по крайней мере губернатором сделают наконец-то республиканцы и Зелдин про которого мы вам говорили конгрессмен он все-таки победит но не знаю мы наблюдали с вами столько неудовольствия в адрес Деблазио и со стороны полиции и со стороны граждан и из-за преступности и из-за вакцинации и из-за чего угодно а потом жители Нью-Йорка берут и выбирают себе Адамса и вот такого вот Брэга и остается только развести руками ну вот а что вы собственно говоря тогда как вы можете от нас ожидать какого-то сочувствия ну вот повторюсь в какой-то момент безобразия либералов 50-х тире 80-х нью-йоркцам надоели выбрали Джулиан хотя он тоже числился на тот момент скорее либералом но потом сделал правильные выводы может и в этот раз все-таки вот Адамс станет уже последним последней каплей последней соломинкой да чем угодно и когда придет пора выборов губернатора то Зелдина я считаю надо обязательно поддерживать потому что Нью-Йорк дела судя по тому что мы видим по первым дням января становится только хуже вот такой вот несколько брачноватый финал но другого у меня для вас нет сегодня к сожалению если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово я все время думаю западное восточное побережье то ли климат то ли наличие океанов оказывает такое действие на эту публику на публику которая там живет ну не знаю какая-то особая публика мазохисты или большинство населения этих штатов представляет из себя людей которые как-то живут по-другому не так сказать не работая не зарабатывая или там прослойка одна небольшая которая супер богатых и на них как бы это все не очень влияет та политика которая которую реализуют демократы более такая массивная прослойка это люди которые живут в больших городах получают приличные бенефиты и все вполне устраивает или опять или это климат на них так влияет ладно поживем увидим Иван огромное спасибо как всегда очень интересно и с нетерпением будем ждать встречи в следующий раз взаимно спасибо и до встречи Субтитры сделал DimaTorzok